В цели жизни мы попытаемся почувствовать сейчас. Сейчас мы будем повторять, я желаю всем счастья, вспоминать святого человека на иконе. Это может быть Святая Матрона, это может быть Мать Тереза, это может быть Сергей Радонежский, Сергей Гусаровский, Ян Кронштадтсов и так далее. Но я привожу, я не говорю вам, там, ну пока с вами знаменитый, неприватуржу те, как бы пример, который многие из вас вообще не понимают, о чем речь. Мы в какой-то определенной культуре родились, в которой мы знаем святые. А святые есть в разном. Я, допустим, когда был в Ашкирии и Гуфье, на меня на деле мусульманский палат в знак благодарности священитам, как бы шарточку, я повторял, что я желаю всем счастья в этом одеянии, хотя я его не достойно. Но мне потом рассказали, вот, кто достойный, какие святые там есть. И я преклоняюсь перед этими людьми воздушными. Понимаете, то есть в каждой культуре есть святость. Надо найти святого. Не знаете, вы не знаете, допустим, воздушное или нет, насколько он воздушный, имеет значение, мы сейчас будем изучать эту тему. Мы ее изучаем. Надо кланяться святому человеку, которого ты представляешь. И здесь есть один ключевой момент очень важный. Знаете, какой ключевой момент? Я хочу быть тебе полезной. Вот этот момент очень-очень важный. Потому что вы, когда кланя начнется, вы о нем забудете. Знаете, когда? Если святого человека почувствуете, дальше смотрите. Вот сейчас у нас будет очень глубокий анализ. Вы пытаетесь его внимательно слушать. Вы, когда святого человека почувствуете, когда вы ему действительно поклонитесь искренне в своем сердце, первый этап «Я желаю всем счастья» будет тупой. «Я желаю всем счастья, кланяю святому. Ничему я никому не кланяюсь. Святого я не чувствую. И в сердце возникнет отчаяние». Вот это очень важный мир. Потому что если его не возникнет, дальше ничего не будет. И надо потом, когда отчаяние возникнет, надо попросить. «Я не могу даже поправиться тебе и даже тебя почувствовать. Помоги мне сам это сделать». Понимаете, человек должен отказаться от вот этого ощущения, что «Я сам, я могу». Вот это вот ощущение зависимости, оно очень ценное, потому что мы все зависимы на самом деле. Мы дышим не тем, что сами создали. Мы себя не рождали и себя не умираем. Мы едим тем, что Бог дает. Один человек, я слышал такой, говорит, «Я вырастил огромный урожай». «Ну как ты вырастил, мой хороший?» «Ну как ты вырастил?» «Ты этот огромный урожай не поливал, потому что его поливал дождь. Ты был только посадить эти семена, а вырастил его не ты. Ты не можешь этот семена здесь сделать, то, что там происходит. Это непостижимо для нас. «Я вырастил урожай». Понимаете, мы так живем. Вот когда ты плакал и молился, чтобы дождь пошел, потому что этот урожай выгибает, и дождь пошел, вот тогда ты свою свободу выбора выполнил. Правильно? Понимаете, вот тогда твоя свобода выбора. То есть наши на два варианта свободы выбора. «Я все могу» или «Я зависим». Веды говорят «Я зависим» — это самое могущественное положение в этом мире. Вот, допустим, идет война, армия соглашается. Кто победит? Единые люди, которые подчинены одной воле, или те, которые независимы? Победят единые. Те, кто в строгом подчинении находятся, они победят несомненно. А те, кто сами по себе сражаются и как бы показывают свою собственную силу, они несомненно все погибнут. Понимаете? Душа, она по своей природе сильна и могущественна в зависимости от того, от кого надо быть зависимым. И зависимым надо в своей жизни быть только от святости, от святого человека, потому что он никогда не подведет. Он никогда не предаст, потому что святость по определению означает отсутствие предательства. И веру свою человек должен таким людям давать, потому что через них действует Бог. А с Богом мы разлучены тем, что мы не смотрим внутрь. Поэтому мы не можем напрямую на Бога рассчитывать. Веды говорят, что в этом мире Бог представлен для нас в виде священной книги и священного человека. Есть только два варианта нам его увидеть, потому что мы от него отвернулись и не хотим на него смотреть. Мы хотим смотреть наружу. Веды объясняют, что сверхдуша представительство Бога находится в сердце каждого человека и за этим шариком стоит. Сзади. Но мы не можем этого увидеть. Если б мы это увидели, мы озрели счастливым сиянием, любовью бесконечной и глубиной. Но мы озрены пустотой своей и неудовлетворением. Как неудовлетворение, кстати, оттуда идет. Это не мы же неудовлетворены. Если вы неудовлетворены, попробуйте стать неудовлетворенным. Вот если я неудовлетворен, значит, я могу стать неудовлетворенным. Так, если я. Я могу говорить, могу не говорить. Так? Две противоположности. Но если я неудовлетворен, то я удовлетворенным не становлюсь. Так? Вот я не хотел, чтобы он шел оттуда, он шел. Я же здесь старше, я сижу, лекцию читаю, я тут начальник. А он пошел. И как бы сзади зашел, а там они вообще не поняли, что он будет делать. Это как раз и есть деятельность Бога, она не зависит от нас. Вот когда человек, Бог хочет человеку себя показать, он знаете, что делает? Берет и жену, и уводит, и говорит, «Прощай, со всех вокзалов поездок, уходят дальними края, прощай, прощай». Сделать ничего не можешь. Или близкий человек от тела оставляет. Бог себя показывает так. Он показывает, что мы здесь беспомощны. И в это время мы становимся очень нам неловко, потому что мы-то, когда это не планировали в своей жизни. Так вот, знаете, что человек по-настоящему могущественный, когда он всегда себя считает беспомощным и зависимым от чистого. Это уже не беспомощность означает. Вот сейчас мы этим будем заниматься. Сейчас будет интересно. Я вам уже все объяснил. Итак, надо ждать этого отчаяния, которое даст возможность стать беспомощным. Повторяю, я желаю всем счастья. Мы повторяем, я желаю всем счастья. Кланяемся. Мысленно кланяемся, вспоминаем святого человека. И один только настрой. Я хочу быть тебе полезен. Я хочу быть тебе полезен. Я хочу быть тебе полезен. И в чем полезен? В том, что мы будем повторять. Потому что это он желает всем счастья. А мы желаем счастья только себе самому. В этом заключается разница. Когда человек становится полезным в святости, в этом случае он начинает жить. Если вы добьетесь этого искренне внутри, я хочу быть тебе полезен, чтобы ты желал счастья. Вы почувствуете вечность. Вы почувствуете чистоту в сердце. Первое, что придет к вам, и всегда это первое приходит, это в сердце знание обо мне. Почему я могу на работу устроиться? Почему я не могу? О том знание, что практичное. Когда человек в правильном направлении свой взор направлен, первое, что приходит в его жизнь, глубоко в сердце приходит, неожиданно приходят знания. И мы сейчас это будем слышать. Там много людей у нас еще есть время. Мы сейчас пожелаем всем счастья, а потом те, кто услышал и понял, они встанут и скажут, и вы увидите, что это все не бесполезно сделать. Я желаю вам, чтобы вы это поняли и увидели. Но условие такое, чем больше вы захотите понять и увидеть, тем меньше вы увидите и поймете. Потому что человек может увидеть и понять, только куда он отвлекся от себя. Он должен желать счастья и быть полезным. Он должен быть полезным. Он должен хотеть быть полезным и забыть про себя. И когда вы увидите неожиданно и поймете для себя что-то важное, надо это отбросить и опять, я хочу быть полезным для тебя, я не хочу думать про себя, я не хочу так настраиваться. или у вас что еще может возникнуть? Вы будете желать всем счастья, у вас неожиданно возникает счастье внутри. И все. Я забылся. Я же никому полезен не хочу. Потому что церковь моя была вот это вот. Я говорю, просто вот это вот чувство. Олег Геннадьевич, спасибо вам за это чувство. На лекцию не зря сходил. Олег Геннадьевич считает, что звера. Потому что человек должен это отбросить и опять, я хочу быть полезным, надо от счастья убегать. Оно будет догонять сейчас, а нам надо убегать от него. Когда человек духовной практикой занимается, его счастье всегда догоняет, надо от него убегать. Иначе оно сшивает с ног. Повторять нужно честно. Честно для мужчины означает густой, сильный звук. А для женщины слонкий, чистый. И сердце отберет. Сразу не получится. Постепенно, через 5 минут, я почувствую, что муж так может быть. Я хочу быть полезным. 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 Ты повторяешь, я желаю всем счастья. И пусть они будут счастливы на твоем имени. Я хочу увидеть, как ты даешь им счастье. Личное отношение со святым человеком. Личное отношение со священной книгой. Личное отношение со святым именем, как это мусульман, арабский язык, я бы написал, они поклоняются этой имени и достигают того же самого результата. Потому что Бог в нашем сердце, он действует через эти объекты, через все. И святой человек, на самом деле, он отражает просто Бога и все. Почему есть святые, я вам объясню. Потому что женщина, которую я бы любил, она просто отражает Бога в своем сердце и все. Ребенок, которого я бы любил, он отражает Бога. Божественное есть в нас, но душа, она по своей природе не может сиять сама. Она может быть только отражением солнца. И это объясняет, что мы искорки божественные, но мы сами по себе не сияем. Мы сияем только тогда, когда мы отражаем солнечный свет. Попытаемся это понять. В этом наша природа заключается. Отражает солнечный свет. Они сияют сами. Мы всю жизнь здесь пытаемся сиять сами. Давайте попробуем по-другому и увидим результат. В этом заключается научное познание мира. Это есть настоящая наука. Сделать эксперимент и увидеть результат. Я хочу быть полезен. Ты действуешь. Я не могу ничего сделать. Ты даешь всем счастье, я не могу. Пожалуйста, сделай всех счастливыми. Пожалуйста, дай мне возможность забыть про себя. Я устал уже думать только про себя и про свои проблемы. Мне надоело так жить. Я желаю всем счастья. 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 Я желаю всем честь. 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 Я желаю всем счастье. 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 海 pergunta очень серьезно. Просто через меня передавать это счастье. Я отключилась от всего и такс viendo на сих пор, какого и транспорта была. Вы немножко вс diyorum. Вы не поняли меня. Я просила. Я почувствовала. Я年前 я сразу просто представьте. Проклониться к этому cinnku. Отношения со стопами святого человека. Отношения со святостью. Это очень тяжело на самом деле. Да, да, поэтому я просил того человека поднять руку, кто смог почувствовать святого и быть им полезен, быть им полезен, у кого получилось внутри, только я и ты, кто не упал в состояние счастья, кто не упал в состояние счастья. Я не упала, я как раз таки старалась отгонять себя, вот это когда пыталась чувствовать себя. Не надо ни отгонять, ни подгонять, понимаете, оно же нам не принадлежит, надо думать о святом человеке в это время. А не себе. Вот я так и пыталась сделать ясно приемную, думала только о нем, то есть если меня какие-то мысли касательно меня посещают, то я сразу же попросила его о том, чтобы он не было очень. И? У меня получалось. Что получалось? Я не знаю, как вы открылись эти слова, да, то есть я чувствовала этого человека, ну, то есть я просто смотрел, у меня было… Святые свои чувства. Да. Вы были полезны им? Ну, 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 да. Так, по-моему, сказать, что я могу вас остановиться. Я старалась. Это самый главный вопрос, я не думаю. Виндика, ну, вопрос тяжелый. Спасибо вам большое. Я вам очень благодарен. У меня к вам совет. Совет один очень важный. Будьте осторожны с этим чувством святости, которое сидит в вашем сердце. Оно вас обманывает. Оно вас обманывает. Мы на самом деле не святые. Мы очень грешные. И это надо понять. Когда они живут в своей жизни. Я как-то молился своему наставнику и просил, пожалуйста, покажи мне себя таким, как ты мне можешь помочь. Молился своему другому учительу. Пожалуйста, покажи. Он никогда таким передо мной не приставал, как он мне пристал передо мной в этом образе, который вы видите. Он очень и очень строгий. Очень и очень строгий. И в этот момент мне стало внутри очень хорошо. Потому что я понял, что я и святой. И это понять очень ценно. Мне маленький, беспомощный, полный похоти. Очень ценно понять это. Понимаете? Не время избытого счастья. Мы должны изучать этот мир. Мы должны углубиться в отношения со святым. Потому что первое, что дают эти глубокие отношения со святостью, они дают трезвость по отношению к себе и любовь по отношению к другим. И реально начинает хотеться любить их. Я вот слова благодарности произнес. Знаете почему? Потому что я когда кланялся своим наставом по своему сердцу, кланялся ему, кланялся. И в какой-то момент, знаете, я что понял? Я понял, что он желает всем счастья. И в это время я чувствую людей. Я чувствую, какие они глубокие, хорошие, чистые и светлые пришли на эту левцу. И это можно почувствовать, когда ты не планишься в эту левцу. И я как-то интуитивно так начал в результате как-то от наставника, я переключился на его отношения с ними. И я повторял, я шла и всем счастьем. И смотрел, как это счастье, которое он дает, оно отражается и показывает мне людей. И это для меня было удивительно видеть вот это вот другое. Обычно же хочется стать вверхручей. То есть я пришел за следствию читать. Меня посадили повыше. А здесь я вот уникальную вот эту вот ситуацию прочувствовал, что люди лучше меня. Они лучше, они чище, они возвышенные. И это очень уникально видеть. Нужно. Понимаете? На первых этапах вот этой работы старайтесь не приличаться. Хорошо? То есть это хорошо, почувствовать себя счастливым. А почувствовать, что у тебя вот наполнило это все, это все хорошо, но это не поможет. Потому что вы можете убедить очень много людей, которые так названием духовной практикой занимаются. Я тоже занимался такой духовной практикой лет двадцать назад. Мы взбираемся все вместе и рассуждали, кто как увидел Иисуса Христа. Каждый день увидели Иисуса Христа, там это нормально было. Вот это вы, видите, Иисуса Христа вообще. Не вдруг гуляли с Ним? Общались ли? И потом я как бы начал «Жития святых» читать. Это, кстати, важно читать, как люди вообще общаются со святостью, потому что это потрясляет немножко. Например, мать Тереза, она всего лишь один раз услышала в своей жизни голос с неба. И только потому, что она не знала, что ей дальше делать. Она помогала нищим в Калькуте, а ее орден запретил ей это делать. И сказал, что это не наше занятие, ты не должна этим заниматься. И она хотела этим заниматься, но ее наставники сократили. Тогда голос неба сказал ей, ты должна этим заниматься. И она почувствовала, что это глаз Бога. Но это один раз в жизни у нее была. Матерь Терезы, которая любила вся земля, как мать человечества. Представляете, какая личность создала? И сейчас есть дверь. Ее хранила вся Индия. Ведь она не едустка была. Она была католик катаричной. Только двух человек так хранили все идеи. Это Махатма Ганди и мать Терезы. Двух человек в инбитах так хранили. Когда вот нескончаемые толпы людей по всей стране. Понимаете? Это удивительно. Хроники посмотрели такие. Я видел этих хроники, тоже удивительно. И она не чувствовала, что... Она такая уже возвышенная. Мы должны победить себе это чувство. Это очень важно. Оно мешает в жизни. Но вы сейчас видите, вы мне сердце открыли. А я немножко вас учу. Не обижайтесь на меня. Пожалуйста. Потому что я хочу только того, чтобы вам стало лучше. Я пытаюсь вам помочь. Мы сейчас очень интимную беседу берем. Идем. И кто следующую ручку поднимет, тоже, может быть, я что-то скажу. И вы тоже на меня не обижаетесь. Хорошо? Ну. А мы это говорим для всех. Вот молодой мужчина. То есть смотрите. Мы движемся дальше. Кто почувствовал святого и смог ему клавиться. И кто почувствовал счастье, исходящее от него. То есть нам надо вот это... Анализ этого состояния. Об этом мы говорим сейчас. Ну. Я могу сказать, что вы скорее всего ничего не видели. Не видели, скорее всего. Супер. Вот это мне слово, фраза очень понравилась. Значит, скорее всего, вы его уже увидели. Итак, продолжайте. Мне хочется, чтобы вы сказали еще что-то. Обязательно. Продолжайте. Скажите, пожалуйста, нам еще что-нибудь. Мне казалось, что у меня поздно. Как? Что у меня голоса нет. Так. Что у меня все сперло внутри. Угу. Что у меня все здесь смешные. Спасибо. Я вам очень признательный за ваш доклад. Потому что этот доклад показал, что взгляд повернулся внутрь. Видите, как человек себя чувствует, когда взгляд внутренний. Помните, я сказал, как отец моей жены встал и не смог сказать. Когда взгляд поворачивается внутрь, то человек там видит беспомощность. Это очень ценно узнать, что вот такая практика бывает. Первое, что человек видит беспомощность. И он так же видит, что он не видит симптомы. Он хочет его увидеть, а он не видит. Вот кто это тоже почувствовал? Я хочу увидеть, я не вижу. Вот, пожалуйста, я хочу вас слышать в очках. Вот вы часто приходите на маляриц. Как вас зовут? Я Наталья. Наталья, пожалуйста, скажите, мне очень ценно и важно слышать от вас. Потому что это для всех очень ценно и важно. Ну, я просто ощущала себя с бурящими несовершенствами каких-то. Так? И вы об этом думали? Нет. Я просто желала вам счастья, старательно. И стал общим, не думать веселее. Ну, нет. Ну, обычно как, вот там, делаешь свет, ну, солнце, темно, куда-то шлипемся. Ну, идет пульсация сверху от тебя в сторону. Вот это ощущение было. Ну, то, что я несовершенна, это я ощущаю очень сильно. Ну, вот, следующий этап такой. Даже это не является главным. Да. Потому что главное – это забыть про себя и стать полезным. Я хочу быть полезным симптомом человека. Я хочу быть полезным. 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 Очень хочу. Вот это вот чувство, желание быть полезным. Вы знаете, к чему приводит? Человек забывает про себя, он забывает, что он совершенный или несовершенный. Он забывает про себя хороший, он или плохой, он просто хочет жить для святого человека. И в этом состоянии он обретает глубокий покой. Потому что покой к человеку приходит тогда, когда его жизнь повернулась в правильное русло. У меня вопрос ко всем, кто сидит сзади. А кто из вас решил проблему? Есть такие, кто мог и решилась внутри? Есть такие? Скажите, пожалуйста, нам об этом. Мы хотим об этом услышать. Как это произошло? Вы знаете, я буду говорить, конечно, очень волноваться. Это очень хорошо. На самом деле, на одном из ваших семинаров, не на первом, я бы не смогла говорить после того, что со мной происходило, вот в тот момент. То есть, если бы сейчас произошло это, я бы не смогла это описывать. Сейчас я не почувствовала это. Но вот в тот раз, это было что-то необыкновенное, потому что я где-то столкнусь первой минуты, после первых фраз, начала просто, вот, слезы начали течь. И не было чувства никакого, там, счастья или горя. Просто вот слезы течь, и вообще перестаешь себя, ну, вообще, ты не слышишь ни своих слов, не слышишь никакого. Вот. И как бы получилось к нам, эти стопы, святому человеку представлять тех людей, которые очень трудно помочь, потому что у тебя в душе есть к ним определенные чувства, не очень хорошие, то есть те люди, которые, кажется, что они мешают жить тебе. И ты как бы, вот, я даже не знаю, как это кратко описать. Но кто не помогал тебе? Вот, вот, ты ощущаешь себя таким пустым, что даже, ну, вот, как бы пустотой такой, как провальник какой-то от того человека, от святого от стопа. Вот такая нервь идет вот к этим людям, которым, как бы, ты хочешь помочь, которым есть вот негативное чувство, кажется, вот там и есть. Ну, вот. А вы какое открытие будете все сделать? Что вы узнали? Вы сказали, что вы поняли, что вы тут скажете? Ну, потому что действие произошло, то есть, важно даже не то, что я понимаю, а то, что эти люди почувствовали, то есть потом были дальше действия в жизни, когда, как бы, они почувствовали прощение, вот, ну, вернее, что я просила прощения, вот. Ну, или какую-то вот эту энергию, вот, понимаете, на положительное повернуло за них. Все, я все помню. Я очень вам благодарна за вот эту возможность. Только на ваших семинарах. За расположенность. И за ощущение возможности служить в том человеке. Вот, да. Вот после этого я поняла, что такое молитва, и как ее нужно делать. Вот это открытие было прямо вот. Что нужно делать в этот момент и почувствовать? Спасибо вам. Спасибо. Я сделал несколько выводов, которые сейчас хочу сказать после вашего доклада. Первый вывод. Вы очень правильный настрой взяли. Это, который стал хорошо, который так все ждут. Это побочный продукт вот этой деятельности. Оно бесполезно. Потому что оно мешает думать о том, что я хочу быть болезнен цветом. Потому что, когда ты думаешь об этом, ты реально чувствуешь. Вот сейчас я вам перечислю вещи очень важные, которые в это время ты чувствуешь. И вас в это привлечет. Вы начнете практиковать эту вещь. Первое. Ты чувствуешь, что твоя жизнь сейчас идет не зря. Очень и очень важно это почувствовать, потому что большинство людей даже в своей жизни никогда не чувствуют. Твоя жизнь очень и очень протекает сейчас не зря. Второе ощущение. Ясное, кристальное понимание всего, что происходит вокруг. Третье ощущение. Самое ценное, что существует в жизни, это стопы святого человека. Все остальное, это результат. Самое ценное, что существует, это его святость. Я хочу быть болезнен ей. Я хочу жить для нее. Я хочу думать о ней. Почему? Потому что она дает тресвость. Она дает знания. Она дает правильную направленность жизни. Она развеивает сомнения. Она приводит к этому счастью, которое нам бежать. Оказывается, они все время ловить его. И так далее. Но понимаете, вот из всех людей, которые сейчас вставали, пока никто не от этого чувства глубокого контакта со святым человеком не доложил. Знаете почему? Ну, пожалуйста. Пожалуйста. Спрашиваю ее, по поводу того, что вы хотите. Так, так. Я на этом знакомство сначала ответил. Я почувствовала, увидела с его наставку. Так, а вот мне это очень прекрасно слышать. Это человек, который был не очень, да, вот там внутри чистил и у святых. У него почти случайно оказалась вот фотография. Кто это? Или можно не говорить, если... Это Святой Амергий. Это Батульфой. Так. Он жил? Укачивает, укачивает. Нет, он был в первом сраженском расстреле. Так. Просто так получилось, что я последний вставали, пока я не взял. Я сейчас очень четко вижу, чувствую эту личность и ваше отношение. Я вам бесконечно признателен за то, что вы встали и сказали мне эти слова. Продолжайте. 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 Я хотел бы полезным людям и видел, что я не могу, потому что от них исходило ко мне назад то, что вызывало во мне неудовольствие. То есть я пытался быть полезным, а назад я возвращал желание от них что-то получить. Я понял, что надо сначала научиться быть полезным святому человеку. Когда ты святому человеку становишься полезным, то что происходит? Он делает пользу всем, и у тебя никакого чувства плохого дальше не возникает. То есть устанавливается правильным ход вещей. То есть я могу быть полезным людям, принося пользу святому человеку. Вот этот ход событий является правильным и единственным в этом жизни. Спасибо. Пожалуйста, скажите еще что-то. Я очень много болтаю про слезы. Ваши слова ценят сейчас. Женщины передо мной говорили про слезы. Как? Передо мной говорили про слезы. У меня вот такого не было, чем нам нужно. Еще до того, как мы стали желать всем счастья, поток слез такой получился. Я не могу даже объяснить это. Не могу сказать, что это счастье. Не могу сказать, что это горе или разочарование. А что это? Это какое-то понимание? Это знание. Это знание. Это знание. Оно выше стоит, чем вот наше представление о счастье, горе и всем остальном. Знание, оно самое дорогое, потому что оно сердце делает глубоким, чистым, радостным и правильно направленным. И запасы скоро сейчас знание. Я ее вижу, чувствую. Я очень благодарен вам за это. Или, конечно, вы помнили желания и счастья такие мысли. Славы ему были, что интересно, как я его бережу, а вот на других посмотреть, а как? В общем, вот этого соблазна по поводу посмотреть на других, на задумки, которые посмотрели. Не то, чтобы противно было от этих мыслей. Ну да, есть такое у нас. Знаете, почему есть такое? Потому что мало внимания мы выделяем с вами. Мало внимания. Мало внимания. Мало ему служим. Мало хотим быть ему полезными. Мало. Это только наши проблемы. Я пыталась его найти наставника. Слушала вашу жизнь и хотела найти наставника. Еще не могла понять, как вам. Не надо так любить. Спасибо. 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 Ну вот, как бы, цель моего вот этого небольшого тренинга была, заключалась в том, чтобы вы поняли, как сложно проводить эту работу. Вот видите, вставали разные смелые, очень глубокие, хорошие люди. И они делали доклады, а я плохой человек, на самом деле. Честно говоря, плохой. Я их поправлял, хотя на самом деле не имею никакого права это делать. Но я это делал только для того, чтобы вы поняли, насколько это сложно. Вот те, кто вставали, они это поняли. Насколько сложно идти правильным путем вперед. Надо это сверху изучать. Понимаете, вот то, что мы сейчас попробовали сделать. Ведь мы счастья-то никому не желали на самом деле только. Мы просто в эмоции игрались. Мы испытывали счастье, здесь сидели. Мы как бы еще что-то делали. А надо было быть полезным святому человеку и смотреть, как он живет. Потому что жить начинает человек только тогда, когда он устанавливает отношения с Богом.